Добрый день всем-всем-всем! С вами ваша Галя, пока из Банска. Сегодня воскресенье, и я пообещала моим друзьям показать им нашу церковь, вернее, собор Святой Троицы. Вот это двор. Пока вы будете смотреть убранство церкви, я немножко расскажу о её истории. Строительство этой церкви было начато в 1832 году, и в 1835 году было завершено во время Османского ига. Турецкие власти не разрешали строить церкви новые. Они позволяли православным болгарам возводить свои церкви только на местах, где раньше была церковь. И, можно так сказать, тогдашний мэр этого места, Лазарь Герман, в честь него есть улица тоже сейчас, он был такой богатый купец, представлял власть, и пошёл на такую хитрость. Ночью он с несколькими своими друзьями закопал в земле икону и какие-то предметы церковной утвори. А потом, можно так сказать, подговорил одну пожилую женщину, которую почитали в городе, сказать, что у неё было видение, что вот в таком-то месте давно-давно стояла церковь. И, естественно, туда пошли ходоки, влиятельные люди, произвели там какие-то раскопки и нашли всё, что там было предварительно закопано. После этого Лазарь написал ходатайство местному турецкому наместнику о том, что город просит построить здесь храм. И обратился к богатым жителям города Банска, а к богатых жителей здесь было много, собирать средства, а к бедным приложить силы к тому, чтобы возвести на этом месте церковь. Долго они ждали этого разрешения, но никто им его не дал. Но, по счастливому стечению обстоятельств, в это время у большого-большого-большого какого-то чиновника в Турции родился первый сын, и Лазарь Герман собрал большие дорогие подарки и отправил их как подношение по этому счастливому событию как большому турецкому чиновнику. Расстроганный молодой папаша не мог противостоять таким дарам и повелел дать согласие местным властям на строительство храма. Однако, когда прочитали разрешение, это там было дано указание построить только маленькую часовню. Дальше начались прямо военные действия. Вокруг церкви построили огромную-огромную стену. Вырыли котлован под фундамент, и каждую ночь тайком постепенно его углубляли. Но деньги, естественно, очень быстро кончились. И тогда Лазарь Герман отправился к большому, опять же, человеку в город Невракоп, нынешний Гоцеделчев. И попросил денег взаймы якобы на приобретение товара. Но добрые люди были всегда и везде, его кто-то сдал, взяли из старого Лазара в тюрьму, где он и умер от пыток. Но на деньги, полученные Лазаром, все-таки был достроен храм. Но когда власти увидели, какой он огромный, они пришли, чтобы его разрушать. Но умный Лазарь Герман предпринял такую вещь, когда был жив. Рядом с крестом, на входе в церковь, он выбил два смотрящих друг на друга полумесяца. Но, естественно, мусульмане, которые пришли туда, не смогли разрушить этот храм. И так он и стоит по сей день. Крупнейший среди православных храмов на Балканах. Вот, я вам рассказала, сколько смогла. А вот так вот заканчивалось наше путешествие. Посмотрите. Кругом умиротворение, красота. Я желаю вам мира в душе, покоя. И пусть у вас все будет хорошо. С вами была ваша Галя из Банско. Всего всем самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok